Я ещё раз говорю, ещё раз повторяю, нам нужно очень внимательно и серьёзно относиться к деятельности СБУ и Главного разведывательного управления. Вы считаете, это их операция? Да, это их. СБУ и ГРУ, они на самом деле впитали лучшие традиции КГБ СССР, игру советского периода. Самые лучшие традиции, в том числе организационные и прочее, прочее. И поэтому они умеют планировать операции. И эта операция имела, кроме пропагандистского значения, она имела и военное значение. Извините, одной из целей, которые сейчас ставят Буданов перед собой, это нахождение дырок в нашей обороне. И это вы увидите, я думаю, на следующей неделе ещё раз. А где можно быть на этом? В соседней области. Поэтому, я ещё раз говорю, это всё безусловно. С помощью американских спутников это очень можно сделать. Американские спутники снимают территорию, вот эту фронтовую территорию, каждые 20 минут. Естественно, потом предоставляют. Конечно. Два раза в день предоставляют генштабу ВСУ все снимки. Поэтому они прекрасно знают, почему они пошли здесь. Да потому что здесь была дыра. Здесь была дыра. И таких дыр у нас, к сожалению, много. Сейчас подождите. Много таких дыр, к сожалению. И закрыть все эти дыры мы не можем. И они прекрасно это знают. И то, что, так сказать, дальше будет это происходить, это будет, конечно, при помощи тех данных, которые дают США, безусловно. И того оружия, которое дают США. И того оружия, конечно. Кроме пропагандистских целей, конечно, военная составляющая здесь есть и приличная. Слишком хорошо подготовленная была операция, заранее причем подготовленная. И по разведданам, по выбору этих трех сел, которые рядом стояли, уже в серой зоне. И по всему, собственно говоря. Вот с этой точки зрения, я думаю, эти все попытки и дальше будут продолжаться. То, что тут уши Ми-6 торчат, разведки торчат, безусловно. Потому что настолько было четко просчитано, куда ударить. Какая вот самая слабая там точка в этой части границы у нас была. Сколько там техники. Даже по радиоперехватам они знали, какая там техника наша не работает в не очень хорошем состоянии. Даже эти данные уже сейчас известны. Но я считаю, что с помощью специальной военной операции, вот в том виде, как она ведется сейчас, эту войну остановить невозможно, а слишком жесткая и жестокая против нас ведется. Но проблема вот в чем. Ужасающий, катастрофический удар по перспективам расширения русского мира, за что я всегда был, мирное расширение, нанесла вот эта спецоперация чертова. После этого между людьми отношения в целом остались нормальные, кроме украинцев, которые теперь ненавидят, так сказать, русские как явления. Брежнева даже, нашего Брежнева хотят лишить звания почетного гражданика. Проблема в том, что то же самое, что вы говорите, относится и к России. К русским отношение нормальное, у словенцев там. В общем, сейчас из-за спецоперации оно ненормальное. К начальству нашему отношение хреновое. Когда мы там, условно говоря, ушли, вынуждены были покинуть часть Харьковской области, которую мы держали под контролем, да, это был военный успех украинской армии. Там, почему он там произошел, там, кто виноват, это можно там долго рассуждать. Но это был реальный успех. Это был реальный успех, это мы покинули довольно большую территорию. Два эпизода таких было ярких в этом плане. Помните, сначала Байден назвал Путина убийцей, но потом из-за спины его выскочил Соливальский. Когда нет, дедушка погорячился, вы его неправильно поняли. И не убийца, а как бы вот мы даже собираемся саммит организовать. А второй раз подобный случай был, когда Байден встречался где-то там на границе с Украиной, в Польше, с украинскими беженцами, в самом начале конфликта, по-моему, это марта или апреля, не помню точно. И он был настолько потрясен, что он рассказал, что он воскресил, ну как этот человек может оставаться во главе государства. Тут же выскочил в спине Байден и Соливан, и снова дедушка погорячился, вы неправильно поняли, дедушка, наша политика, кажется, неизменна, мы ни в коем случае не проводим политику режим чейнца. А вот третий раз дедушка погорячился, заключительный вопрос ему задали. Его все время корреспонденты, корреспонденты еще американские. Вот в чем интересен этот поворот Запада. И он пошел в тот момент, как раз ему предшествовало два месяца, войс стоял на вашингтонских болотах, позволю я сказать. Вашингтон пост, Нью-Йорк таймс, политика на тему, что Европа устает от Украины, уже нельзя будет, это у них последний шанс, тогда все разочаруются. Да и вообще Украина, конечно, она жертва агрессии, да, мы все понимаем, но они же никогда не могут победить русских. Поэтому стоит ли бесконечно поставлять им вооружение, не пора ли, значит, как-то давление, чтобы они заключили мир там и так далее. Ну, в общем, вот эта линия, отражающая точку зрения Селивана Берлса, она была последние два месяца просто господствующей в американской минию. То есть не Трамп был основной противник Украины, потому что он-то, конечно, нес свою чушь, что Байден ведет к ядерной войне, а он Трамп за два часа обо всем с Путином договорится, отдав ему по Украине, но он уже стал маргиналом, понимаете? Он не влиял на американский политикум, на лица, принимающих решения. А вот левое крыло демократической партии, оно тщательно, несмотря на то, что, вы же помните, было их письмо летом Байдену, такое антиукраинское, но Байден этот бунт подавил. Через день они отозвали письмо, но они же никуда не делись, и взгляды их не изменились. И вот они активнейшим образом нашли путь своего давления поддерживать вот этого Селивана, который сам идеологически он не был леваком, но он классический реал-политик. А вот в отношении Украины эти взгляды леваков и реал-политик, они совпадают, не надо нам вмешиваться и так далее. И основные же мотивы, которые все время повторялись с Соливаном и его школой. Первое, Путин не давайте, начинал же еще, ни в коем случае не давайте жевелины, но если давать, то пусть они где-нибудь там в Ужгороде лежат подальше. Иначе Путин ядерную войну развяжет. Ну, с этим было покончено в конце концов. Но второй аргумент, очень популярный для последнего времени, да что вы, ну, конечно, Украина, да, это справа и дело. Но смотрите, если они одержат сокрушительную, унизительную победу, Путин потеряет власть, элита потеряет власть, смута, русская смута, гражданская война на 11-часовых поясах и так далее. И все это просто захлестывало американскую политическую, полицейскую. И на этом фоне просто очень неожиданно, я попытаюсь немножко порассуждать потом о его причинах, но это явный-явный поворот. Все они заткнулись, они теперь вынуждены заткнуться. Большая семерка, или как я ее называю, я наставил, это Большая восьмерка, она подтвердила своим заявлением 19 мая, она подтвердила предыдущие свои заявления своих онлайн-конференций от 12 октября до 12 декабря. План Зеленского, первый пункт, полный, как у них сказано, immediate, complete and unconditional, немедленный, абсолютный и безусловный вывод всех оккупационных войск, гарантии безопасности Украины, кстати, поэтому... Немецкое издание Welt наконец нашло формулу перемоги для Киева, а заодно объясняет провал контрнастов. Оказывается, Украина посылает в бой недостаточно людей. И для полной победы Зеленскому необходимо мобилизовать еще, внимание, 3 миллиона человек. Почему не 30? По мнению издания, только так Украина сможет победить Россию. Ни дроны, ни ракеты, ни антироссийские санкции ей не помогут. Дескать, война не закончится по причине экономической капитуляции России.